С самого начала все пройдем кратко, полностью все. Забываем, как берется замок, узелок ладоневый, чтобы для контроля. Для тренировок можно использовать такой прием, когда притягиваем руку в колокол так, чтобы они все прижались и чуть-чуть отпускаем, чтобы одинаковое было расстояние между языками и юбками колоколов. Ну, уже перед богослужением, когда настоящий звон, конечно, такие звуки допускать нельзя, они очень слышны и так, забивая стол по репетициях, советую так язычки все прижать, чуть отпускаем. Что-то рука держит, да, веревка таким образом. Не так вот, не так кисть. Вот вертикально и чуть под наклоном. Как ладонь идет, вот в этой плоскости идет основное движение первым, вторым колоколом. Когда на сильную долю подключаем еще и третий к первому колоколу, то рука немножко смещается вправо и чуть-чуть разворот тоже на 10 градусов, но в другую сторону. В основном работает первый, второй колокол для усиления громкости, включаем третий колокол. Чаще всего эти колокола звучат восьмыми, шнадцатыми долями, но можно использовать и восьмые доли. Причем здесь идет характерная такая разница, очень принципиальная техника исполнения правой руки. Вот смотрите, шнадцатыми рука держит свободно веревки. Причем даже иногда я просто перехожу на технику игры с пальцами даже. Основа движения свободная кисть, но для нюансов звучания можно подрабатывать пальцами. Вот уже какие-то небольшие элементы, там фаршлаги и так далее. Техника игры восьмыми, она уже принципиально другая, более жесткий захват, чтобы был контроль языков, ощущение такой четкой обратной связи от колоколов. Если мы кисть поворачиваем таким образом, и движение горизонтально на плоскости земли, чуть правее, то работают третий, второй колоколов. Вот такой фаршлаг возникает, да, еще один из элементов, которые тоже можно использовать. это проскакивающий звук украшения. Немножко оживляет звон, то есть нет такой механистической последовательности ударов, а очень живой получается. звук. Также звонят аккордами, когда сразу три колокола. Я обычно разворачиваю кисть, можно к себе подтягивать, можно пальцами. Я обычно разворачиваю кисть вниз, и тоже чувствуя отскок, обратную связь от колоколов. звук. И триольная трель. Кисть. Примедикулярно плоскости земли. Все языки на одинаковое расстояние, и такое вращательное движение. Если немножко сбивается ритм неровный, это значит, что либо рука чуть левее, или правее, чем надо. То есть надо при репетициях триольной трели найти вот это наиболее удобное положение кисти. Прямо не смотреть на руку и на колокола, а слушать, когда выравнивается звук, и найти эту точку воображаемой системе координат, так назовем. Из украшения, вот например на колоколах, есть такие приемы, как форшлаг. Когда рука описывает движение полукружия такое, да, с исходной позиции резкое. как будто что-то зачерпываем. То есть вот так проходит. Ну и обратно, зеркально получается, только здесь немножко другой вес языков получается, и пальцами я так дорабатываю. Ну, каждый сам приноравливается, в принципе. Система так аналогична. Также используется иногда игра одиночными нотами, когда зазвонные колокола из таких фоновых, трельных, превращаются в мелодические. Вот со средними, да, сейчас покажу вместе. Отдельные нотки здесь звучат. Система, которую можно назвать Псковская. Вот в Псковском, Псково-Печорском монастыре так звонят. Тогда на сильную долю идет средний колокол. А здесь двойными нотами как бы идет, на слабую долю можно так назвать, двойными нотами. Техника вот такая, пальцевая, да. Если заметно показать, вот я нажимаю колокол, руку тяну, продолжая тянуть, она как бы падает на второй колокол. С небольшим разворотом. Комбинирую опять шестнадцатыми с восьмыми долями. Можно переключить на эти два колокола. Во время звона используем паузы. Какие-то акценты выделяем. В принципе допустимый синкопированный ритм. Но, если исполнители хорошо знают общий стиль, сам дух, богослужение, церковное искусство, то он уже не выйдет за рамки, конечно. Главное здесь соблюдать чувство меры. Основа звона – это вентуализация. Но главное не уходить в какие-то уже излишества исполнительские. Какой-то джаз, допустим, какие-то современные ритмы. А так как у нас, в общем-то, сознание музыкально пропитано, можно сказать, этим. Более-не более замечаю, что вот куда-то опять в сторону заходишь. Но вот эти рамки надо все время держать. И тогда звон будет очень звучать канонично. Даже если использовать какие-то элементы, вот и как синкопы, казалось бы, совершенно далекие от древней традиции. Тем не менее звучат очень красиво эти элементы. Средним колоколом, да, перейдем. Средних играем левой рукой. Ну, классическое нажатие, да, сверху вниз. Можно играть в бок, на себя, как угодно. То есть лишь бы колокол прозвучал, и это не вызвало большого раскачивания языка. Существует целый ряд рисунков, таких наиболее известных, очень лаконичных, которые можно выучить, знаете, как репертуар, базовую традицию, допустим, оптинский звон. Сколопчерский, 4-й, 2-й, 3-й, 1-й, 4-й, 2-й, 3-й, 1-й. Играет музыка. Играет музыка. Например, звон, передающий ощущение звона Трои Сергею Лавры. Например, так он может звучать. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Можно перейти на триоли В концовке звона хорошо использовать... Должен быть четкий аккорд, четкое окончание, чтобы был не постепенный уход, а четкий финал, желательно даже с увеличением громкости перед этим. И можно использовать замедление. В конце либо один аккорд, либо часто используется три аккорда для завершения. Субтитры делал DimaTorzok 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 С громкостью тоже можно работать Хотя, конечно, диапазон громкости и ее изменение небольшой Тут сложно сыграть пиано Такое между Messeford и Fartissimo Вот, но если так сходить на нюансы И уже 16-х долей перейти на 8-е и даже четверки одиночные звуки То ощущение плотности звука, конечно, пропадает Ощущение того, что становится звон тише, появляется Так, средние колокола, да? Сейчас придем Есть такая техника, как игры на зазвонных колоколах Вот на этих двух маленьких, средних Рука вставляется вот таким образом Из-за того, что они у нас здесь очень легкие Советую поближе брать к основанию, к креплению Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом Либо левая и правая рука, да? Либо вот техника игры на двух колоколах Причем можно использовать и здесь, и здесь Можно прямо во время звона Звоним мы с маленькими, да? Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok